Вместо уроков труда – компьютерное программирование, 3D-моделирование и робототехника. В республиканских школах запущен проект «Инженерное дело». Пока проект пилотный, в нем участвуют всего три города – Кизляр, Зербент и Каспийск. В школу уже закупили оборудование на 4 миллиона рублей и осваивают новые технологии. Подробнее расскажет Леана Парчуева. Рашид Сулейманов учится в восьмом классе. Записался в кружок юных инженеров одним из первых. Уже неплохо ориентируется в схемах. Раньше делал машинки из дерева и картона, а сейчас собирает своего третьего робота. Я давно хотел заниматься робототехникой, и не было никаких курсов. Вот сейчас они появились, и я пришел на них. С первого раза почти никогда не получается. Надо всегда переделывать и пытаться еще. А вот Залина в инженерной школе впервые. Прилежная ученица всегда увлекалась рукоделием. Любит создавать что-то оригинальное. Теперь хочет освоить современные технологии. Впервые решила попробовать собрать робота, конструктор робота. И, может, я не умею, но мне стало как-то интересно этим заняться. Здесь много разных деталей, о которых я еще не знаю, но надеюсь, что в будущем, когда буду учиться собирать, узнаю все о этом конструкторе и смогу собрать своего необычного робота. Методическую базу для инженерных школ подготовил Политехнический университет Дагестана. В течение двух недель с педагогами работали лучшие преподаватели вуза. Анжела Мамадаева, учитель математики и информатики, рассказывает, изучали робототехнику, программирование, 3D-моделирование. Многое из курса было в новинку. В школе программирование на языке турбопаскаль. А вот это программирование ардуния, это совершенно разные. Поэтому это все равно, что я заново все изучаю, это программирование. Дети сидят сейчас у телефона, а это хоть какое-то занятие, где телефонов нет, где они сами. Моторика, рук, во-первых, пальцев. Они работают, роботов собирают. Это же полезно. Дети с энтузиазмом восприняли новость об открытии инженерного класса, говорит директор школы Джафар Агаев. Сейчас под кружок оборудовали кабинет труда. Но желающих заниматься так много, что уже подумывают о расширении. Я думаю, что это позволит, во-первых, охватить больше детей дополнительным образованием. Во-вторых, для первых и четвертых классов это очень хорошо. Это моторика пальцев, это логика, это мышление. Это очень кстати, поскольку общее образование должно идти параллельно, заполнительно как раз этому способу. Проект «Инженерная школа» реализуется более чем в 400 образовательных учреждениях республики. Программа рассчитана на год и предназначена для двух возрастных категорий – младшие и средние классы. Внедрить проект решили в Минобразование региона с целью привлечь молодое поколение к профессиям, связанным с 3D-технологиями, которые будут востребованы в скором времени. Министерства уверены – человек, обладающий навыками работы с современной инженерией, всегда будет востребован и без работы точно не останется. Леана Парчуева, Ибрагим Магомедов. Время новостей.